Дорогие любители фиалок, с вами канал Татошные фиалки. Вас приветствует Татьяна. Для нас, фиалочников, цветущая здоровая фиалка с красивыми, нежными, необычными цветами и красивой, аккуратной розеточкой с резными листиками, либо с ровными. Это услады для нашего сердца, бальзам на наши глаза. Это нежность, это радость, это самые прекрасные чувства. Но иногда всем своим видом фиалка сигнализирует нам, что у нее есть проблема. Она просит от нас помощи. Одним из таких сигналов является загущение центра розетки. Вот именно об этом я хочу с вами поговорить. Поговорить о причинах и как их устранить, чтобы наша фиалка снова радовала наш глаз, радовала наше сердце. Какие же причины, по которым загущается центр фиалки? Чем это опасно? Когда идет загущение центра, вы видите, вот здесь у меня представлена моя фиалочка, РС Герцогина. Очень тяжело сквозь вот эту вот середину, как через препятствия, пробиваются цветоносы. От того, что они испытывают трудности в росте, они становятся маленькими, кривыми. Иногда на них просто не распускаются цветы. Иногда они даже вянут, потому что им очень тяжело пробиться через эту фиалку. Через эту стену, вернее. Из листьев. Вот конкретно эта фиалочка, я ее вам, как опытный образец, предоставляю не случайно. Я когда читала описание, у этой фиалки загущение центра является такой сортовой особенностью. Она к этому склонна. Эта фиалка здорова. У нее есть один небольшой недостаток, и мы поговорим о нем позже. Здесь нет клещей фиалка обработана. Здесь хороший земляной ком, цветет хорошо фиалка, не сбрасывает бутоны, нормальная в состоянии розетка. Здесь просто вот такая склонность сорта. Нужно создать ей условия близко к идеальным для сорта, и она сама справится со всеми трудностями. Но вот есть у меня еще одна фиалочка. Вот такая. Это ЕК белый мустанг. Я, в общем-то, ее забрала у нерадивых хозяев и думала, что, ну, все, фиалка у меня пропадет. Ну, вот как-то мы стали с ней справляться. Я поменяла землю, обработала ее от вредителей. Она стояла у прежних хозяев на очень светлом окне. Она горела. И для того, чтобы с этой проблемой с загущением справиться, я поставила ее более в тенистое место. А можно справиться просто. Когда идет вот такое сильное загущение, что тут вообще кудри на кудрях, можно просто положить ватный диск. Можно просто положить кусочек бумажки какой-то, либо вот салфетки вот так. И листики там начнут под ней, под этим колпачком, просто выпрямляться. Значит, одной из причин загущения центра фиалки является пересвет. Избыток света, либо искусственного, либо солнечного света. Просто решается эта проблема. Нужно от источника света, вернее, от солнца, либо от ламп убирать фиалку. Есть вот у меня еще одна такая фиалка. Это у меня Ле Денди. Тут наоборот. Тут света не хватало. Тут света не хватало. Тут скрутились все листики. Вот сейчас я ее тоже поставила на свет. Она выпрямляться начала. Тут все настолько сверчено, скручено. Вот вы видите, какие листочки. Они прямо в серединке сложились пополам. И вот такой несчастный цветоносик один тут вот. Я его уберу, конечно, потом. Дам фиалке время прийти в себя. И здесь тоже нужно будет проделать с ней еще какие-то процедуры. Дальше. Значит, пересвет, недосвет, недостаток света, избыток света. Следующая причина – это много удобрений. Если вы знаете за собой такую оплошность, вы внесли много удобрений, нужно цветок, растение, фиалочку нашу на какое-то время просто оставить в покое. Не подкармливать. Если же все критически, попытаться поменять ком земляной, подсыпать свежей земли, дабы удалить избыток удобрений. Но это только в том случае, если вы видите, что ваша фиалочка перенесет вот такую пересадку. Дальше. Следующей причиной загустения вот этой вот серединки может быть проблема с корневой. Если вы предпринимаете все меры безопасности, вы посмотрели на предмет, вредители их нет, вы посмотрели пересвет, недосвет попытались исправить, но у вас все равно не выравнивается фиалка, значит, там какие-то проблемы с корневой. Нужно все это посмотреть. Либо поменять землю, либо попытаться зачистить сволик, переукоренить фиалку. Здесь нужно решать именно с корневой системой. Дальше. Еще загущается, это вот, наверное, самая такая проблематичная история, фиалка, тогда, когда ее поражают паразиты, такие как клещи, паутины, цикламеновый клещ. Тут нужно уже бороться химическими средствами. Всем нам хорошо известный фитоверм с добавлением октары. Как разводить, тут все написано. Вот фитоверм на литр нужно 2 мл. Сделать нужно 3 опрыскивания с разницей в 3-4 дня. Средств по обработке сейчас очень много. У каждого, наверное, испробованы свои средства, но придется фиалку обрабатывать, иначе растение просто погибнет. Следующей причиной загустения фиалки является жесткая вода. У многих, особенно в городах, это очень такая же вотрепещущая тема. Воду нужно смягчать обязательно, потому что фиалка может погибнуть от переизбытка веществ, которые находятся в жесткой воде. Воду смягчать, в частности, щавеливой кислотой можно. Дальше. Иногда загущение происходит из-за того, что очень плохой грунт. Грунт неправильно составленный, неправильно подобранный, как правило, тяжелый грунт, и фиалка дает такую реакцию, показывая, что ей это не нравится. Тогда нужно просто обновить землю, посмотреть заодно корневую, и заодно оценить фиалочный горшок, в котором она растет. Если он большой, фиалка будет жировать, ей будет хорошо, она будет наращивать и наращивать новую листву. Листва будут друг другу мешать, листики располагаясь в розетке, будет загущаться, забиваться центры цветов, и такой фиалки не дождетесь долго. Поэтому горшок должен быть в три раза меньше диаметра розетки. Если у вас диаметр розетки 30 см, то горшок должен быть в пределах 9-11 см диаметра. Больше он не нужен. Переливать фиалку нельзя ни в коем случае. Правильный полив, вернее, неправильный полив, это как раз причина забивания центра розетки. А вот наладить правильный полив для фиалки, подобрать, это как раз и избавит вас от этой проблемы. То есть, вот, например, мои фиалки все на фитиле. Фиалка сама регулирует, сколько ей нужно взять воды. Она и в природных условиях живет, в условиях умеренного и влажности, поэтому сама регулируя вот с помощью фитилька вот этого количества воды, она живет в прекрасных условиях. Потому что по недосмотру можно перелить, не долить. Не долить даже лучше иногда, чем перелить. Если вы перелили, ждите загущения центра. Если не сказать о том, что могут быть проблемы с корневой, фиалка может утратить, часть корней начнет болеть. Может быть, загущение фиалки еще и от такой причины, как нижний перегрев. Это когда у нас либо очень хорошо прогреваемый подоконник, бывает, когда подоконник практически на батарее, он очень горячий, ну, теплый, скажем так, тоже скручивает листья от избытка температуры фиалка. Либо бывает так, что вот на стеллажах лампа с нижнего яруса нагревает верхнюю, так сказать, полку, и это фиалке тоже не очень нравится. Тогда тоже легко это исправляется. Фиалочку нужно поставить на какую-то подставку. Далее. Может быть, сильно заглублена у вас фиалка. Иногда вот у меня вот здесь получилось так, что мне пришлось убрать нижние листочки. Видите, вот торчит, оголился стебелек. Мне придется его углублять. Либо пересадить, либо просто подсыпать земли. А бывает так, что в момент пересадки мы слишком сильно углубляем вот эту точку роста нашу вниз. И, естественно, листья, пробиваясь сквозь землю, скручиваются в такой некрасивой форме, забивают центр фиалки. Есть еще одна такая причина, с которой тоже очень легко бороться. Вот я как раз эту фиалочку поставила не зря. Бывает причиной загущения, забивания вот этого центра у фиалки большое количество нижних листьев. Вот нижний ярус листьев, он практически фиалке после особенно цветения уже не нужен. Следующие цветоносы будут образовываться в более высоких ярусах. В более высоких. Нижние листья, они просто уже как лишний балласт. Они тянуты с фиалки силы. Поэтому, если фиалка, вот как моя у вас, сильно вот так разлохматилась, нижние листья можно смело убрать. Посмотреть более или менее, чтобы фиалка не потеряла своей привлекательности. И убрать какие-то листочки. Убираются они очень просто. Мы поворачиваем листок в сторону. Вот черешок. Вполне приличный листок. Его можно укоренять. И вот так пройти по всей фиалке. Потому что лишние листы, они, фиалочки, уже не нужны. Ей надо помочь справиться с этой проблемой. И убирая вот эти нижние листики, мы создаем фиалочке некоторый такой стресс. А делая стресс фиалке, мы стимулируем ее к более обильному, к более хорошему цветению. Вот эти листики можно смело укоренять. Ну, естественно, среди фиалочников бытует мнение, что с нижнего яруса мы листья не берем. Мы берем там с центрального. Я знаю, что многие фиалочники берут листья с любого яруса. Если это только здоровые, хорошие листики, вот как наши, я их немножечко укорочу. Прямо до 1,5-2 см. И посажу. И будет у меня еще вот такая прекрасная фиалка. Значит, вот у этой фиалки, как раз, я вот эти нижние листочки тоже убрала. Потому что она от нехватки света у меня подняла все свои листья вверх. Нижние были уже не очень красивые. И мне пришлось их убрать. А это вы можете укоренить. Ну, и последняя причина – это высокая температура. Это бывает летом, когда фиалке плохо. Когда очень жарко, фиалка испытывает трудности. А вообще бытует такое мнение среди любителей фиалок. Это вот одно из поверьей. Что фиалка, если фиалка в доме погибает, она забирает болезнь кого-то из домочадцев, кого-то из тех, кто живет с ней в одной квартире. Если человек, особенно тот человек, который за фиалками ухаживает, болеет, фиалка чахнет вместе с ним. Фиалочка, она отвечает за здоровье тех, кто с ней вместе проживает на одной территории. Вот такой благодарный, благородный цветок, который еще является барометром нашего здоровья. Если мои советы вам помогли сохранить здоровье фиалки, буду очень рада. Оставляйте свои отзывы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok